Так, ребят, всем привет! Сегодня отвечаю на вопросы. У меня уже по традиции каждый год выписывают такие более интересные. Я взял последние 20 комментов, такие, которые, наверное, следует ответить, особенно по последней ситуации, которая произошла на судне. Много вопросов было. Ну и помимо этого еще будут... Давайте буду зачитывать, кто спрашивает. Поначалу тут я не записывал имена, а потом буду уже говорить, кто именно задавал вопрос. Первый, значит, это с ТикТока был вопрос. Распорядок дня в море. Ну, работа, как правило, в море у нас 4 через 8, а в порту 6 через 6. Если третьего помощника нет, стоит, как правило, второй и старший помощник. Капитан отдыхает. Не то что отдыхает, он переписку ведет. Иногда бывает, если надо, там даже выходит подменить. Ну, допустим, вот как случай случился, у нас уже капитан догружал пароход. Так бывает, овралы, конечно же, можешь сутки-двое проработать. Различное бывает. Так, дальше. Курение на судне. Нельзя курить там, где бункер-стейшн запрещено. Как правило, внутри тоже запрет есть. Специальных мест, как правило, на судне не имеется. Вот. Ну, есть определенные ограничения. На каждом судне они свои. На газовозах, на танкерах там намного все строже. Поэтому вот на балкерах, конечно же, все лайтово в этом плане. Опять же, зависит, какой груз что ты грузишь, допустим. Если он возгорается, то тебе там ни в коем случае во время погрузки находиться с сигаретой нельзя. Ну, или какие-то сварочные работы. Вот. И если что-то планируете делать, то ход-пермит заполняется, да. Верешь подписи с того же сварщика, старшего механика. Ну, и с матросского рыбы помогать, допустим. Здравомыслящий русский моряк, которых мало. Это мне написали по поводу политического моего высказывания, когда я ездил на митинги. Да, спасибо. Просто много моряков, на самом деле, ребят, которые живут хорошо. И они не задумываются о своем будущем, если случится что-то с ними и не смогут дальше зарабатывать те деньги, которые они получают. Вот. Потом они уже начнут понимать, что ситуация-то в России не очень хорошая. Просто деньги людям мозг затуманивают немножко. Виновны хозяева судна, что Нега утонула. Ну, вопрос мне задали. Хозяева, конечно же, и тоже причастны к этому. Они знают и в каком состоянии судно, и какая погода. У нас, допустим, судовладелец, он даже звонит капитану, говорит, вот идите туда-туда-туда, заходите во фьорды, сейчас будет погода меняться. Вот. Что-то сформоваться нет смысла. Если очень плохая погода, он даже прямо торопит, может по несколько раз позвонить. Карнавальный наладит жизнь, охренеть. Тоже было такое сообщение в Ютубе под моим видео. Ребят, ну, тут вариант, я же говорил, да, уже, в одном из последних. Либо вы погрузитесь в 90-е постепенно, либо у вас есть шанс хотя бы какой-то что-то изменить, да, в стране. Поймать хотя бы какой-то шанс. А так, страна обречена. Почему, я уже буду потом в отдельном видео записывать. Так, дальше, седьмой вопрос. Америка хочет, чтобы Россия была нормальной страной, такой, какой она была при Ельцине. Друзья, ну, может, я немножко неправильно высказался, но, тем не менее, я вам вкратце сейчас объясню. Россия, да, она грабилась, разворовывалась при Ельцине. Соответственно, потом принял другой президент. Вот, и все это продолжалось просто уже немного другими вариантами, другими способами, да. Где-то пришлось посадить там каких-то олигархов, пытаться поймать того же Березовского, который уехал. Ну, вот, Ходорковского все-таки удалось посадить. Ну, и вот, тоже, да, пополнение, так скажем, бюджета. Опять же, эти деньги пилились не во благо людей, не во благо народа. Также пополняли казну других уже новых, но приходящих чиновников. Вопрос очень сложный. Я тоже буду, я все рассказываю в одном видео, потом. Так, восьмой. Простая толкотня на площади ничего не поменяет. Есть такое понятие абсентеизм. Пожалуйста, почитайте, что такое абсентеизм. И это именно вот ваше отношение к данной ситуации сейчас в России. Девятый. Еще и украинцев поехали убивать. Это явно не на пользу кармы России. По поводу украинцев. Друзья, тут достаточно тоже сложная ситуация. Вы знаете, что у нас есть люди, которые живут в Чечне. И очень много оттуда отправлялись, да, именно в боевые действия. Куда-то на Донбасс. И вот эти районы, да, где были боевые действия, проходили на помощь. Никогда не нужно суваться в гражданскую войну. Ну, я считаю, что в Афганистане было, что в Чечне, что на Украине. Это ни к чему хорошему не бывает. Гражданские войны, они были. Я считаю, что они должны решаться самостоятельно внутри страны. Если что-то пойдет уже за пределы, тогда уже нужно вмешиваться. Здесь просто уже политический интерес, деньги, в общем, какая-то выгода. И что во всех этих войнах искали выгоду, прибыль. На палубе не знают, как правильно и что докладывать на мост. Михаил Михайлович задал вопрос. Это то видео, когда мы пришвартовывались. Томненько уже было. К большому балкеру. Есть капитаны, я вам объясняю, которые не любят, когда их отвлекают. Вот, допустим, мне тоже было бы неприятно, когда мне там каждые там 15-20 секунд. Точнее, выдают какую-то информацию, совсем ненужную мне. Я и так вижу, как я иду, да, параллельно и параллельно об судном. Вижу, как там прекрасно принимают концы. Если что-то не так, я могу сказать по рации. Вот капитаны некоторые, приверженцы. А кто-то любит, чтобы им докладывали. Но, как правило, больше таких. В данном случае, в том видео, был раз такой капитан, который не любит, чтобы ему там что-то лишнее выкладывали. Информацию. В нашем флоте любят там потрещать. Поговорить лишнего, за что я не люблю наш флот. Там даже как-то я зашел на судно, помню, еще когда дисками обменивались с фильмами. Экипаж судна приглашается на обед. Блин, мне так это было смешно на самом деле. Может, я в это время вообще сплю, уставший. И он там на все судно по громкой связи выдает экипаж приглашается на обед. Блядь, я бы пошел к тому, кто это сказал, пинка бы просто дал, если бы меня разбудил. Одиннадцатый вопрос. Пару вопросов могу задать. Да, ребят, задавайте вопросов. Это Михаил Дер. Задавайте в личку в ТикТоке, в Инстаграме, ВКонтакте. Двенадцатый вопрос. На видео про флот. Это заведование ботсмана, а не штурмана. Про флаги, которые я ходил, показывал, где они у нас сохранятся. Так их нужно проверять, делать ревизию. Это работа второго помощника, никак не ботсмана. Люди глупости, пожалуйста, не пишите. Это сто процентов работа штурмана. Может, за вас еще ботсман трусы ваши будет стирать с носками. Это, не знаю, какие-то студенты пишут непонятные. Если вы хотите на ботсмана повесить данную работу, нормальный опытный ботсман просто вас пошлет. Ну или в плохом случае чем-нибудь сверху огреет. Может специально, а может случайно упадет что-то на вас. Поэтому не доставайте матросов. Я всегда был приверженец этого. Кстати, подобный вопрос сейчас вернемся дальше. Так, 13 вопрос. А на судне спортом занимаешься? Relax sleep? Задал вопрос. Да, занимаюсь всю жизнь, занимаюсь спортом. Как боксом, так и другими видами спорта. Сейчас у меня больше акцент на бокс, на кардионагрузке, бег. Но так как нога не позволяет, дома отжимания работаю. В общем, такие стандартные упражнения. Сжимания, пресс, статические упражнения. Все это нужно постоянно делать. Поменьше, междометить, да, в тексте. Есть такое, боремся. Так, там не задал вопрос. Фрегат Таурус. Тоже какой-то канал. Канал морской. Да, спасибо за то, что замечаете именно по поводу моей речи. Работаем, в общем, над этим. Я ведь каждое видео, которое записываю, потом переслушиваю, редактирую его. Мне много моментов не нравится, поэтому справления в любом случае имеются. С какого ты региона? 15 вопрос. Я с Архангельска. Живу там всю жизнь. Настоящий помор. Менять этот город на какое-то другое желание никакого нет. Путешествовать желание есть. Поэтому, в любом случае, я остаюсь помором. Так, 16 вопрос. Как нога? Нашел ли виновника? Короче, Алексей какой-то задал мне вопрос. Виновника найти достаточно проблематично. А именно, узнать, специально это было сброшено или нет. Ну, судя по видео, я на четвертый день, когда смог подняться на мост, с капитана посмотрели его. Я сразу же, как бы у меня сомнения отпали, потому что это было специально сделано. Во-первых, мы с этим матросом уже второй контракт работаем вместе. На одном судне работали, сейчас вот на другое вместе приехали. Это был несчастный случай, скорее всего. Был конфликт небольшой с другим матросом, с его напарником, А.Б. тоже, да. Но так как у них там тоже свои небольшие такие конфликты, то есть один вот этот, который на меня уронил, он не очень хорошо на их схватоке работает. Тот профессионал в этом деле. Поэтому тот был недоволен, потому что ему приходилось больше работать на экскаваторе и выполнять работу, может быть, за него. Хотя по факту, по бумагам, официально у нас работал только один А.Б., который может управлять этим экскаватором. Тот не должен допускаться вообще. В компании вот ради экономии присылают таких вот не совсем опытных. Он был промоутирован с матроса второго класса на матроса первого класса на судно. Капитан, кстати, нашим судне был не согласен, потому что он на предыдущем с ним работал как раз. Тот хотел продвинуться, но у него не получалось. Ну, не идет у него в 50 лет именно вот эта информация всех вот этих, да, управлений и рычагов. Не может он синхронно, нормально, качественно работать. То есть если просто из полного трюма брать и выгружать на причал, допустим, да, это не проблема. Если на траке ложить, то там начинают руки трястись и вплоть до дэмэджа доходит самих вот этих траков, кузова машин. Соответственно, если чуть-чуть ударил, все его сразу снимает. Идет нормальный профессиональный уже экскаваторщик, который выгружает и с другой скоростью. Вот. И капитан не переживает по этому поводу. Домой приехал, а уже ностальгия. Отдыхать когда? Задал вопрос Василий Сталин. Ну, такая вот у нас профессия. Приезжаешь домой, хочешь в море. Я думаю, что месяц и я уже буду прям очень скучать по своей работе. Так. 18 вопрос. Где кадры заблеванной палубы? Пау Скай задал вопрос. Ну, это можно увидеть только в штормовой очень сильно погоду. Но с нашим филиппинским экипажем это не получится, потому что они, как правило, все в каюте зеленые лежат. Если они и блюют, то у себя там в унитазы на палубе я не видел ни разу, что кто-то блевал. А русских, украинцев видел. Ни один раз. Сам даже, работая матросом, во время уборки там при шторме там 8-9 баллов. Нет-нет, там блеванешь. Это нормально. Поправляйся хорошо, чтобы без перелома и без всякой пандемии. У них медики тормозные. Это про норвегов, да? Вот. Сам пишет про себя, значит, этот человек с вывихом колена. Прождал полдня на ресепшене. В клинике даже рентген не сделали. Вот такие дела. Ну, неудивительно, я тоже 5 часов, получается, проездил. Сначала в одну, потом во вторую клинику. И все-таки сделали мне потом рентген. Еще неправильно перевели, потому что фрекши, это, конечно же, перелом. Но, тем не менее, мне гипс там не наложили, обычную повязку. У нас же в Аркангельске сказали, почему ты не положил гипс? То есть, у нас приверженцы того, что гипс обязательно должен быть при таких переломах. Тем более, лодыжка с двух сторон сломана. Так, 20 вопрос. Филиппинцы могут такое зачудить, особенно, когда они ощущают сильное давление над собой человека другой расы? Последний вопрос это был от Богдана Великдана. Да, слышал о таких случаях, когда пропадали русские моряки, штурмана. Вполне возможно, потому что судно-объект такой, да, достаточно большой. И, зная человека привычки, где он находится, если тем более судно не оборудовано камерами, допустим, как у нас, можно легко это осуществить, и никто не увидит, и не узнает. Как правило, ночью все спят поголовно, поэтому, если данный человек, допустим, где-то он выйдет, поймает этот момент, тот, кто ему хочет сделать гадость, этот момент, ну, будь то в порту где-то, да, то же самое, как со мной произошло, думаешь, может, специально мне кто-то что-то сделал. Бывало такое, падало, на людей там скитывали тяжелый лашинг, что-то тоже наподобие цепей, в реальных случаях не рассказывали, потом человек уже становится спокойным. Это когда уже сильно реально людей достают, вот филиппинцы, да и не только у русских, у украинцев такое тоже есть. Это не зависит от раз, я считаю. Поэтому мой ответ такой. Будьте людьми, и с вами будут работать по-людски. Проблем не будет. Ну и все, 20 вопросов я прошел. Надеюсь, ответы мои вас удовлетворили. Пишите комментарии. Если нужны будут еще видео подобного рода, то в ближайшем будущем, когда накопятся, они будут отвечать. Всем пока.